Несмотря ни на что, я хочу всех приветствовать и говорить, что шаббат шалом. И хочется сказать большую благодарность о том, что вы молились за нас. Я некоторое время отсутствовал, у нас были родные из Казахстана, и эти события немножко коснулись нас, и они уже в безопасном месте, они вернулись, а мы здесь. И знаете, вот сегодня мы разбираем первую главу первой книги Торы, и называется «Берешит». И я хочу сказать, что эта книга, в общем-то, в свое время, когда я обратился к Господу, оказала на меня очень большое влияние. Оно буквально изменило меня. Когда-то я, когда был подростком, я готовился быть биологом, мне все нравилось изучать, мне было все интересно. Но когда я обратился к Господу, я понял, что не все правда то, что говорит наука. И, в общем-то, буквально, наверное, в считанные дни, когда я прочитал эту книгу, она изменила меня. И я хочу также прочитать те стихи, которые мы читали на иврите, на русском, и потом продолжить тему. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Господь, сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». И именно я хочу уделить наше внимание слову «берешит», или как написано здесь «вначале». И понятно, кто читает на иврите, что слово «вначале», оно не отражает полный смысл того, что здесь записано на иврите. Если с русского перевести «вначале», то на иврите можно было бы сказать, что «бетхаля», но здесь написано «берешит». И слово «берешит», оно имеет большое значение, именно отличное от слова «бетхаля», или то, что мы говорим на русском «вначале». «Берешит» означает, что нечто появилось первым, что нечто было, что некогда, может быть, и не было видимо, но стало видимым и стало первым. На греческом это слово переводится как «генезис», или еще можно перевести как «зарождение», или появление нового того, что никогда не было. Каббалисты объясняют это как появление вселенной, появление всего из Творца. И здесь тоже есть какой-то смысл, тоже есть какая-то истина. И сложно представить нашим человеческим умом, как это так появилось все. Ничего не было, и вдруг появилось. И вера именно во Всевышнего помогает нам понимать, что для того, что нашим человеческим непонятным умом, все возможно Господу. И Он сотворил все из ничего, и когда-то эта вселенная появилась, и появилась небо и земля. Кто-то говорит, что при появлении неба и земли произошла некая катастрофа или некое бедствие такое, где написано в следующих стихах, что земля была безвидна и пуста. Мы не знаем, как это было, но мы знаем, что это было великое чудо, великое появление нечто нового, благодаря которому мы тоже появились. И появление вселенной, появление неба и земли имело определенный замысел Творца. Это не было случайной эволюцией, это не было каким-то вымыслом, как некоторые хотят представить, но это было именно творение, творение Всевышнего, творение Создателя, который сказал так и так и появилось. В первой главе Иоанна, в первой главе мы читаем. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». То есть, все, что появилось, оно было у Бога, оно было в Его Слове, и все появилось через Его Сына. То есть, Его Сын стал, как бы, ну вот, как это объяснить, тем образцом, через которое все это появилось, все, что начало быть. Это, в этом был определенный смысл. И творение – это не просто появление чего-то нового, но это также определенный процесс, который продолжается до сих пор. Иногда мы говорим о грехопадении, что вот такое-то, такое случилось, говорим о тех случаях, о тех случаях. Знаете, творение Божие – это не ошибка. Мы с вами – это не ошибка. И появление всего, что здесь, в этом есть определенный замысел Божий в том, чтобы все это стало так. И нам иногда хочется понять, какой же до конца смысл всего того, что произошло. В этом тоже есть смысл. И мы об этом тоже будем говорить, но попозже. И всякое начало имеет продолжение, и всякое начало имеет определенное завершение. И у этого творения тоже будет определенное завершение, чтобы продолжиться в нечто новом и более прекрасном. И не могу не коснуться этих событий, которые сейчас происходят. И я скажу, что эти события, так или иначе, как по спирали, продолжаются во всей истории человечества. И можно сказать, что виной тому неправильное богословие. Кто-то когда-то посчитал, что Израиль – это как бы уже побочный продукт творения или появления человечества, или даже, может быть, просто продукт, через который произошел Иешуа Машиах. Я хочу сказать, что Израиль – это не побочный продукт. Израиль – это творение Божие, так как и все творение Божие. И это любимое творение Божие. И все, кто касается Израиля, кто все причиняет, хотят причинить вред, они касаются ока Божьего или глаза Божьего. И как бы кто ни восставал против Израиля, Израиль будет. Будет всегда. Даже если кто-то пошлет ядерную бомбу, Господь очистит эту землю, очистит народ свой. И народ будет существовать всегда. И Иешуа Машиах является прежде всего Машиахом или Спасителем Божьего народа Израиля. И что нам дает глава Берешидж? О чем она нам напоминает? Она напоминает и как бы возвращает нас в самое начало. В самое начало. Это прекрасная возможность начать снова читать Слово Божие, читать Библию. Это прекрасная возможность посмотреть на свою жизнь в начале. И очень важно иногда возвращаться в начало. Кто-то, наверное, неправильно сказал, что не начало венчает, а конец. Я хочу сказать, что и начало, правильное начало, тоже имеет важное значение. Конечно, не всегда правильное начало означает удачное завершение. Но в замысле Божьем его начало предполагает правильное завершение. И очень важно, чтобы мы обращались в начало Слова Божьего, начинали снова учиться, исправляли свои ошибки, исправляли свои грехи, наставлялись в Слове Божьем. И в Еремии 6 глава, я прочитаю стих, 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и распространите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Путь добрый, путь древний. Что бы ни случалось в нашей жизни, обращайтесь в начало. Обращайтесь в начало, посмотрите на свои пути, обращайтесь в начало к Слову Божьему. Наставляйтесь от Него. Оно наставит и научит нас, как нам поступать. И это благословенное время, когда мы проводим возле Слова Божьего, мы наставляемся возле Него и учимся, чтобы научиться правильно ходить перед лицом Его. И я верю, что когда мы обращаемся, Господь укрепит нас. В это тяжелое время Господь укрепит нас. Каждого из нас укрепит, потому что Его Слово, оно живо и действенно. И когда-то Господь этим Словом сотворил Вселенную, так же это Слово сегодня действует на наши сердца, изменяет наши сердца, приближает нас к Нему и помогает нам понять, где мы должны исправиться. И да поможет нам в этом сам Дух Святой. Аминь. Продолжение следует...